ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти На российских дорогах в этом году выявлено почти 160 миллионов нарушений ПДД, что на 21 с лишним миллион больше прошлогодней цифры Рост связывает с увеличением числа камер фото-видео фиксации На их долю приходится 90% зарегистрированных нарушений Чаще всего водители превышают скорость, не соблюдают требования дорожных знаков и разметки, проезжают на красный Кроме того, существенно возросло число должников по штрафам ГИБДД ТРАССА 101 Власти страны продлятся до конца 2022 года 30% скидку для автомобилистов на портале Госуслуг Напомню, что речь идет о снижении суммы госпошлины Если выдача водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, внесение изменений в ПТС и прочие процедуры оформляются в электронном виде Данная услуга является весьма востребованной В 2019 году к ней прибегли около 10 миллионов наших соотечественников ТРАССА 101 Управлять автомобилем с 17 лет ни в коем случае нельзя, так считает ровно половина участников опроса, проведенного агентством «Автостат» и изданием «За рулем» Исследование было организовано в связи с инициативой МВД выдавать россиянам права на автомобиль не с 18, а с 17 лет Каждый четвертый респондент согласен с предложением, но при условии, что рядом с молодым водителем будет находиться его более опытный коллега, например, родители Полностью поддерживают идею только 16,5% участников опроса ТРАССА 101 Компания Hyundai в следующем году готовит для нашей страны минимум три новинки Во-первых, речь идет об обновленном кроссовере Santa Fe Сейчас машина стоит минимум почти 2 миллиона 300 тысяч рублей Во-вторых, весной 2021 ожидается появление четвертого поколения Tucson В настоящее время авто продается по цене от 1 миллиона 700 тысяч рублей Наконец, рестайлингу подвергнут минивэн H1, для покупки которого сейчас надо располагать парой с лишним миллионов рублей ТРАССА 101 Автоваз готовится серийно выпускать обновленную Lada Vesta Машина изменится снаружи и внутри, а вот технических доработок не предвидится В перечне новшеств другие Крышка багажника и задний бампер Светодиодные задние фонари Светодиодные фары, но только в топовой комплектации Иные рулевое колесо, панель и дверные карты О дате начала продаж не сообщается Текущая минимальная цена Vesta 677 тысяч рублей На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok